Снимаешь? Снимаешь? Вспоминается первая репетиция в Большом театре, когда приехал Растрофович, ставил «Войну и мир». Он сказал, что самое главное на репетиции – карандаши. На всех. Последуем к хорошему примеру. Останется лишнее, так передайте на задние репетиции. Вам персонально. Мне рассказывают такую историю. Я не был свидетелем. Каждый год наш класс собирается на встречи. И вот в очередной раз, когда все собрались, показали журнал интересных происшествий. Журнал интересных событий, которые каждый год на протяжении всех десяти лет, которые мы учили в школе, заполнял каждый из школьников. И вот каково же было изумление, когда в первом классе мне показали запись напротив вопроса, которые задавали всем школьникам. «Кем ты хочешь быть?» Маленький Дима Банаев написал «Хочу быть дирижером». Вам всегда была музыка близка? Да. Да. У меня родители не музыканты, но у нас в семье всегда звучала музыка. Тетя мне играла на рояле. У нас там была кость старинная с канделябрами, из слоновой кости сделаны клавиши. Очень красивые, старинные. Вот мы часто собирались, играли, музыцировали. Всегда звучала музыка. То есть вы ходили в музыкалку в школе? В музыкальную школу, да. У нас был очень хороший класс. В нашем классе, может, вы знаете, тогда училось по 30 человек в классе. И из нашего класса больше половины ходили в музыкальную школу, остальные ходили в художественную, какую-то языковую, и еще успевали на какие-то спортивные секции. И это было нормой. Каждый музыкант может стать дирижером или нет? Нет. Дирижер – это отдельная профессия, которая учится так же, как и Грена Скрипт. Профессии учатся примерно 20. 20? Да. В шесть лет вы приходите, допустим, и то на Скрипачи начинают еще раньше. Где-то в пять лет пианист начинает есть. Наш знаменитый пианист, известный всем. Кто-то уже в четыре года сидит за маленьким, за роялем, за которым он играет. Да. Первую половину жизни, скажем так, когда вы поступаете в музыкальную школу, он даст первоначальное музыкальное образование, вы выучиваете музыкальную грамоту, вы постигаете законы музыки, начинаете разбираться в стилях, поступаете в училище, в консерваторию, процесс идет дальше и дальше. И только когда вы поступаете в лучшем случае в консерваторию, вы приступаете к изучению дирижирования. Мне очень повезло, что в Советском Союзе была такая система, заниматься дирижированием могли только в училище, и то не на всех факультетах. Это я был на том факультете, где у нас разрешалось дирижировать. Это народные инструменты, я первое образование аккордонисты. И второе – это духовые инструменты. К счастью им тоже, поэтому посмотрите, все дирижеры вышли либо из народных инструментов, либо из духовых. Когда вы получаете образование, то есть в училище, это со второго курса, у вас есть предмет вообще дирижирования. То есть вы проходите, три года вы учитесь, потом вы поступаете, если вам повезет, в консерваторию. Еще пять лет, аспирантура. Итого уже набрали семь лет, восемь лет. К этому времени, в лучшем случае, вы научаетесь, научаете свое тело по-другому реагировать. То есть вы осваиваете мануальную технику. То есть как сделать так, чтобы, придя в незнакомый оркестр, оркестр играл так, как вы хотите. Вот у нас оркестр, у нас 70 человек, 70 музыкантов, каждый нужно слышать. А бывает оркестр, когда есть 100 человек, когда вы играете большие в оперу, опять же, мы вернемся к вагнеру. Это у вас 100 человек сидит в яме, хор 100 человек, солисты, человек 10. И вот это все нужно слышать. Это тоже мышцы, которые нужно тренировать. Ну и вот так мы приходим к рубежу лет 30-40. И только когда вы начинаете все это слышать, начинайте, как этим можно управлять, как вы понимаете это, начинается самое интересное. Вы можете творить. Ваня, первые всегда удары. Вот так. Дальше все, остальные удары. Тише. Пожалуйста, все ваши движения 8 минут. Деташи. Длинные, не скачем. Драматические вальсы. Андрей, будьте добры. Все ваши реплики. Та-та-та-та. Форта и длинные. Фортаж. Фортаж, да. Пожалуйста, требуй одеваться. Сначала хорошо всегда. Красиво, дорого, молодцы. И где-то после 18-ти, 20-ти, 25-ти, вот начинается такая основной период, зрелый период музыканта. Инструменталист для дирижера. Еще раз повторю, это отдельная профессия. Если посмотреть статистику, дирижеры живут больше всех. Получают больше всех. И наш взлет, наш востребованность начинается именно вторая половина жизни. Кстати, интересный факт. Вот журналисты как раз-таки входят в топ-3 или в топ-5, по-моему, кто меньше всего живет. У нас с вами непростые профессии, да. А почему в этой статистике дирижеры дольше? Потому что мы очень быстро умеем делать различные телодвижения, что позволяет нашим мышцам быть в тонусе на протяжении долгих лет жизни. Мы все время учим новый материал. Это все зависит от структуры, от той природы, которую вам дало. Но поддерживать тело и мозг в рабочем состоянии можно до глубочайшей сложности. А есть ли профессиональная болезнь на дирижерах? К сожалению, да. Мы очень много стоим, приходится стоять. И замечательная фраза Николая Тескоридзе. Когда я приходил в музей, первым делом я смотрел, где находятся банкетки. Чтобы на них присесть, просто посидеть, посмотреть на картину. Потому что балетные артисты балет также всю жизнь на ногах. И лишний раз посидеть, немножко сохранить свои мышцы. Так и нам хочется иногда после битвы просто посидеть. Возможно ли сидя дирижировать? Да, да. Когда человек сидит, со стороны оркестра тоже воспринимается немножко, есть такая позыв к расслабленности. Нет, не приветствуется. Если по состоянию здоровья, да, что-то обуславливается. Посмотрите записи Джеймса Ливайн, который в силу сложившихся причин вынужден дирижировать, сидя. Но это не мешает ему так же блестяще дирижировать. Но опять же, если есть возможность, лучше, конечно. То есть это какая-то психологическая, да? Просто психологическая, да. И когда ты стоишь, ты просто элементарно, тебе видно все, тебе видно, что происходит на пятом пульте, что происходит в той... Здесь часто, когда дирижируются большие оперные спектакли, оперы Вагнера, которые иногда идут... Иногда, вы знаете, оперы Вагнера есть, которые будут пять часов в Парсифо, более пяти часов. Да, здесь устаешь. Так что иногда дается послабление дирижерам, силе. Но лучше, конечно, когда человек видит, дирижер видит. Вагнера Вагнера Вагнер Когда человек выходит на сцену, про него сразу можно все сказать, кто он, какой он по характеру, как он относится к окружающему, как относится к семье, какие у него детские травмы были. Особенно, когда исполнитель выходит на сцену, еще не издал ни одного звука, и уже все видно. Так, неинтересно. Вот выходит, неинтересно. А вот тот, он смотрит, что-то интересное. Когда сейчас он берет инструменты, выходит за пульт дирижировать, он еще не подошел к пульту, уже все понятно. А могут ли возникать конфликты и установление связей между дирижером и самим оркестром? Когда работают профессионалы, конфликтов не бывает. Потому что я уважаю вас, вы уважаете меня. Я знаю, что столько, сколько и вы, и вы можете столько-столько пожелать. Но я предлагаю вам диалог. Смотрите, вот это можно. Попробуем вот так. Как-то не звучит. Вы предлагаете. Замечательно. Ага, если вы так сыграли, тогда давайте его здесь мы с вами поменяем, сделаем чуть громче, вы сыграете чуть тише, а после этого ударные инструменты сыграют с акцентом на второй доле. Самый главный процесс творчества, что такое творчество, это со-творчество. Когда я уважаю вас, вы уважаете меня и не вместе, но с вами. Дирижер в оркестре главный? Да. От меня все зависит. Опять же, поймите правильно, зависит, что я могу тех людей, которые находятся в данный момент на сцене, объединив всех наши усилия, направить в то русло, которое, как мне кажется, на сегодняшний день правильно. Но, опять же, результат зависит от очень многих составляющих факторов. Сколько у вас было репетиций? Насколько оркестр знает то произведение, которое играет? Если он играет впервые, могут быть какие-то неуверенности. Если играет давно, опять же, есть ли возможность у вас поменять что-то, предложить? Усваивает ли это оркестр? Готов ли он по-другому сыграть? Как чувствуют себя исполнители? Насколько холодно в зале? Потому что, вот, у нас очень часто, к сожалению, мы выходим, у нас просто холодно, и мы физически, в разуме о том, как согреться уже, о какой музыке можно говорить. Можете объяснить, зачем оркестр дирижер, если есть ноты? Конечно. В Советском Союзе, когда закончилась революция, был такой персифамс, первый симфонический ансамбль. Сейчас возродили эту такую организацию. То есть, музыканты садятся, все, как бы так полукругом, и играют сами по себе. То есть, у них стоит ноты, дирижера нет, они играют даже крупные музыкальные произведения. Но, опять же, вот мы сейчас с вами разговариваем в таком плане, да? Мы с вами и вами можем вести диалог тот же самый, но гораздо спокойнее. Вы можете меня перебивать. Я могу вам говорить что-то. Ну, я с вами не согласен. Нет, я с вами не согласен. То же самое в ноту. Как определить, в каком темпе мы сегодня сами будем играть? Мне кажется, что вот эту фразу нужно играть ярче. Я говорю, нет. Вот в этом месте должны играть вот эти музыканты. И от дирижера зависит, кого выделять. Опять же, в каком темпе будем мы с вами играть, в каком нюансе. И самое главное, о чем мы с вами будем играть. Как мы в этом говорили, как можно по-разному сказать фразу «я люблю вас», так и то же самое. Можно сыграть одно и то же музыкальное произведение о любви. Можно сыграть о радости встречи, о расставании. И это будет то же самое музыкальное произведение. Допустим, возьмем самое известное, будет Рамил Джоэ. И от дирижера зависит, о чем вы, о чем, что вы рассказываете, почему вы выше дирижерете. Это музыкальное произведение. Что вы можете рассказать этому произведению? Разве нет какого-то каноничного звучания определенных композиций? Есть, скажем так, опыт исполнения. Допустим, во Франции огромный опыт исполнения музыки французских композиций. То есть та страна, о которой мы говорим в данный момент, в этой стране, ну, сложилось так, что чаще играет, допустим, во Франции играет, чаще, естественно, французскую музыку. В России чаще играет, естественно, русскую музыку. Поэтому у нас опыт исполнения симфонии Прокофьева, Шостаковича, Косова, Глинки, гораздо больше, чем в какой-то другой стране. И это наша гордость, это наше богатство. И мы с этим делимся. Есть ли тогда у дирижера свой почерк? Конечно. Конечно, в консерваторе у нас было любимое занятие, когда, в эпоху, когда еще не было интернет, не было ютуб-канала, кассеты друг у друга доставались, можно сказать, доставалось с огромными трудностями. И вот, действительно, вот тебе на два часа кассету посмотришь, потом отдашь Пете. И вот у нас было любимое занятие. Значит, мы ставили выдающихся дирижеров, выключали звук, и это изображение. И по изображению, по тому, как дирижирует дирижер, мы должны догадаться, какое произведение он дирижирует. Ветховена, Баха, Оффенбаха, Чайковского, Моцарта. У великих дирижеров это можно было угадать, потому что каждый раз манера, при манере дирижирования, при его почерке, да, он дирижирует, но, опять же, был вид, что да, вот маэстро дирижирует Итховена симфонами, а вот здесь он дирижирует Оффенбаха, а вот здесь он дирижирует Кантату Баха или Ратуре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот эти движения, которые показывают дирижер оркестру, у них есть значение или дирижер сам придумывает эти жесты? Есть, скажем так, 10 основных звучаний, 10 основных жестов. Ну, как вы знаете, если вы помните, есть такой замечательный композитор Кабалевский, у нас три основных жанра. Песня, танец, марш. Так и в музыке есть основные, основное движение либо на две четверти темп марша, либо темп вальс на три четверти. Все. Вот эта структура. Ну, еще есть 6 восьмых, 6 восьмых. Это рам-та-та-та-та-та-та-там. Тоже саму дирижер. Когда мы выходим дирижировать марш, мы делаем вот так. Дирижер первый дирижер. Раз. Два. Вот так мы сами дирижируем на два. И все понимают, что когда дирижер делает вот так, вот это раз. Я играю там. Если какое-то произведение в маршевой структуре, но на четыре, в такте четыре, допустим, четверти. Раз. Два. Три. Четыре. Другой рукой, естественно, будет вот так. Раз. Зеркальное торжение. Раз. Два. Три. Четыре. Вальс мы дирижируем. Медленный вальс на три четверти будет. Раз. Два. Три. 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 Петербург. Клибо на шесть. Раз, два, три, четыре пять шесть. Бывает его на восемь, на семь. Вот и все. Вот основные движения. Я могу вам объяснить за пять минут, но не факт то, что когда вы выйдете с этим,оркестр ваш поймет. Хотя и этого даже никто не догадает, что вы никогда не дирижировали. Есть такие высокопрофессиональные оркестры, когда человек выходит, дирижирует от начала глаза в одном темпе, и оркестр играет. Когда вы показываетесь жестами, вот, это основное. А теперь к этому, вот как показать, вот я скажу операторам, на меня посмотрим. Если я вот так покажу, какой характер, как мы сыграем. А если вот так покажу? Да. Вот видите, уже даже вы в музыкальной школе не учились? Так что можем показать, вот это будет острый какой-то характер. Допустим, вот этим жестом мы можем показать, что объединяем мы с вами плавно, играем, сдержанным, медленно, и так далее, и так далее, и так далее. То есть огромное количество жестов. Но они повторяются в основном? Или оркестру все равно нужно привыкнуть к движениям своего дирижера? Конечно, нужно привыкнуть, когда выходит здесь очень показательно, когда человек выходит к новому оркестру, с которым он никогда не работал. Как быстро, опять же, показ уровня оркестра, как быстро оркестр может считывать руку дирижерскую, хорошую дирижерскую, которая окончила, закончила консерваторию, у которой хорошая мануальная техника, проверкали дирижеры и оркестры. Особенно это интересно в зарубельных оркестрах, когда вы не знаете язык, выходите к оркестру и у вас нет языка, если вы приезжаете в какую-то страну, и вы не знаете язык. Вот позвонил агент, говорит, срочно дирижируй. Можешь? Могу. В самолете быстренько посмотрел риск приветственных фраз на языке этой страны. Ну и дирижирует. Проверкать сможешь так сделать, чтобы оркестр не говорящий на русском языке, а ты не говоришь на языке этой страны. Поняли, что ты хочешь. А можно ли жестами ругать? Не туда, например. Все понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На концерте есть такой ритуал, дирижер пожимает руку первой скрипки. Почему так происходит? Мы, когда вы приходите, приходите к кому-нибудь человеку, к знакомому домой, вы говорите, здравствуйте, открывайте дверь, открывается дверь. Оркестр встает не потому, что он приветствует дирижера, и оркестр поворачивается не в сторону дирижера, а оркестр поворачивается зрителям, спасибо вам, что вы пришли на наш концерт, вот наши музыкальные инструменты, вот наш музыкальный руководитель, и дирижер, входя в оркестр, он пожимает руку отверстия и говорит, здравствуйте, дорогие друзья, я рад вас видеть, музыкантом, всем оздороваться с оркестром. Почему именно со скрипкой? Она главный помощник, в нашем оркестре это Марина, главный помощник и соратник по творчеству. Есть ли какие-то приметы, возможно, суеверия? Когда я работал в оперном театре, мы ставили оперу, есть такая опера Коще Бессмертная, Николай Андреевич Ремску-Корскому. И вот волшебная опера, и в этой опере есть знаменитая сцена волшебной бури, когда по мановению и заклинанию Кощея, вокруг царевны поднимается снежная буря, и снежная буря заволакивает все пространство. Хотите верьте, хотите нет, но каждый раз, когда мы репетировали этот спектакль, мы играли и весной, в мае месяце, мы играли и в октябре, либо накануне, либо после спектакля шел снег. Это проверено. В мае? Да, шел снег. Субтитры создавал DimaTorzok Почему мало женщин-дирижеров? Когда женщина становится дирижером, она перестает быть женщиной. Почему? Не женская профессия. Не женская профессия. Нет, конечно, женщина может и сваи вколачивать, и рельсы двинуть, и заправлять адный реактор. Женщина, прежде всего, мама. А когда женщина дирижер, не женская. По психонагрузкам, по чисто физическим нагрузкам, работа дирижера, настоящего профессионального дирижера, по загрузкам, по нагрузкам сравнивается с артистами балета и с человеком, который разгружает вагоны. Может, вы знаете такой наш советский старый фильм «Председатель». Вот были женщины-председатель колхоза во время войны, когда женщины вынуждены были, остались одни, все мужчины шли на фронт, а женщины поднимали советское хозяйство. Да, и вот русская женщина, говорят, еще их бы войдет, да, может, конечно, но зачем? А дирижеры слушают только классическую музыку? Нет. Нет. Я знаю огромных друзей, которые слушают и популярную музыку, и мне скажут, не представляешь, после репетиции приходим домой, включаем телевизор кое-что, чтобы был какой-то шум, потому что голова отдохнула. Я, например, прихожу домой, сегодня, супруга, сегодня ничего не смотрим, пауза, тишина, а вы не поверите, это так хорошо. Отпуск, выходные. На природе. На природе никого не увидеть, общаться с природой сильной. Помните ли вы момент, когда вы впервые вышли в роли дирижера? Да, прекрасно. Я думаю, это у всех верчайшие впечатления. Первое. Как симфонический дирижер, да, я пришел в консерваторию, и, к счастью, в московскую консерваторию. Чтобы попасть на факультет оперно-симфонического дирижирования, у вас два тура. Первый тур – это коллокриум, я прошел коллокриум, и второе – это работа с секундическим оркестром. То есть, он дается, ну, там, 5 или 20 минут, вы должны продирижировать и поработать с оркестром. Вот, до этого я закончил народное отделение, и работал только с народным оркестром и с оркестром бедистов-экорбионистов. Вот впервые я вышел к симфоническому оркестру Московской консерватории, производственному оркестру, и вот мы сыграли на прослушивание вторую часть пятой симфонии Чайковского. До сих пор помню, это спортзал Московской консерватории, еще до ремонта, и симфонистик, и рождество сидит. Вот, и вот я взял, значит, палочку, и поднял, и все 80 человек подняли с собой инструменты, и вот так готовы играть. Вот это я помню на всю жизнь. И второй «Ярчашек», дебют как оперного дирижера, понесенская оперная студия, спектакль «Свадьба фигуры». Это прекрасно помню. Было очень здорово, очень было волнительно. Прекрасно. Первый опыт был удачный? Да. Да, абсолютно. Что для вас, значит, в вашей профессии? Огромное удовольствие. Мне очень нравится, и я получаю огромную радость, когда вот все, когда этот процесс вот не мучительный, когда ты не мучаешь музыкантов или певцов, когда музыканты тебя не мучают, когда у тебя, когда все готовы, когда приходят все горящие глаза, ты говоришь, приходят, здравствуйте, и так. Симфония Петхоза, и Симфония Чайковска. И опять же, для меня показатель, когда вот ты приходишь, выходишь к коллективу, который, может быть, эту Симфонию Чайковска уже играл 880 миллионов раз. Уже я не могу слушать эту музыку, говорят, в Рогистан. Вот ты выходишь, дежур выходит, начинаешь дирижировать, и все, весь оркестр так. Вот из-за такого, опять это Чайковский, опять это Симфония. Вот начинает музыка, и заканчивается пауза, и оркестр аплодирует. Маэстро, спасибо вам большое, мы так давно не слышали этой музыки. Бывает такое, редко, но бывает. Вот это чудо, вот это чудо, ради этого столь жизни. Что для вас значит музыка? Чудо. Искусство – это чудо, я считаю, подарок Брогола. И вообще, великое искусство – это подарок всему, что нам. Я вам расскажу любимую мою историю. Флоренция. Капелла Митичи. Одно из величайших чудес света. Гений Миклянджи был на руке. Я впервые оказался за границей. Субботний какой-то, может быть, такой день нетуристический. Конец уже дня, вот капелла скоро закроется. Когда вы попадаете в капелла, капелла очень маленькая. Ну, может быть, половина нашего зал. Вы в ходе, это абсолютно пространство из другого мира. То есть, попадая в такие места, ты понимаешь, что Бог существует. Перед вами невероятные красоты скульптуры из белоснежного карарского мрамора. Говорят, раньше можно было, когда еще люди не были такими, были образованными, можно было, если вы подносите свечу к настоящей скульптуре, и если падает свет на скульптуру, она изнутри светится. А когда свет падает из окна, из окошка капеллы скульптуры, такое ощущение, что вот скульптура, там мужские и женские фигуры, что скульптура вот сейчас, они оживут, и вот сойдут с пьедестала и будут с вами разговаривать. Абсолютно точно. То есть, когда попадете, когда будет возможность, сходите, посмотрите, проверите. Вот. Я пришел в капеллу, к счастью, никого там не было. Вот стоишь, общаешься, значит, смотришь туда, сюда. И вдруг, это 2000-е годы, когда у всех появилась возможность путешествовать. И вдруг в капеллу вбегает маленький мальчик, и за ним входит, знаете, вот такая тетка с пакетами. Она впервые оказалась за границей, она все купила. Она купила сапоги, тестю купила, она, значит, шубу она себе купила. Все хорошо удалось, через 20 минут автобус. Что ты здесь делаешь? Она говорит, мама, мама, я хочу посмотреть. Что ты здесь смотришь? Пойдем у нас автобус. Она... И вдруг она вот смотрит на это все. Мальчик замолкает. Она смотрит на это чудо. Не про это, это действительно чудо. Она ставит вот этот пакет. Лицо у нее меняется. Она... Лицо светлеет. Она вот так посмотрела, все. Естественно, она никогда здесь не была. Она не знает ни то такое Микеланджело, ни что такое Рим, ни что такое... Где я нахожусь, что я нахожусь. Но вот это все пространство настолько ее потрясает. Она сейчас вот медленно берет эти пакеты. И уходит. Я прекрасно понимаю, что эта женщина, наверное, может быть, никогда не появится и не поедет в Италию. Она, может быть, никогда не была в театре, ни в музее. Может быть, она даже не прочитала ни одной книги. Но вот то потрясение, которое она испытала вот за эти 30 секунд, когда человек просто меняется на ваших глазах, так же, как есть будет возможность, посмотрите во время хорошего симфонического концерта и хорошего спектакля, как меняются лица у людей, как они светлеют. Но вот это чудо, которое происходит, я верю, что ее изменило. Так что вот великая сила, искусство доступно, и искусство, великое искусство доступно и необходимо всем. Субтитры создавал DimaTorzok Так здорово! Хлопаете! Пожалуйста, давайте. Раз! Раз, два! Спасибо! Спасибо! Пожалуйста, спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ